Способ производства материальных благ лежит в основе всех общественных отношений. Он определяет также исторические формы общности людей, род и племя, народность, нацию. В доклассовый период главной формой общности людей были род и племя. По данным антропологии, родовая организация пришла на смену стадному образу жизни, по-видимому, в эпоху Верхнего Палеолита, когда появился современный тип человека. Род – это первичный производственный социальный и этнический коллектив, связанный кровным родством его членов и общим языком, общими обычаями и верованиями, бытом и культурой, местом поселения и охотой. Несколько родов объединились в племя. Внутри племени каждый род оставался самостоятельной социально-производственной единицей. В то же время возникла особая племенная собственность, прежде всего территории. Появились племенные вожди, жрецы, военно-начальники, советы племени. С развитием производства, возникновением классового общества и государства родоплеменная общность уступала место новой общности людей – народности. Народности возникали обычно в результате слияния родственных племен и типичнее были для рабовладельческого и феодального общества. В отличие от рода, народность основана уже не на кровно-родственных связях, а на общности территории, а также языка и культуры. Народность, как более развитая, чем племя-общность, содействовала развитию производства, накоплению и обмену производственным опытом и достижениями культуры. Улучшались также формы общения на территориях с десятками и сотнями тысяч людей. С развитием капитализма, присущая феодальному обществу, раздробленность постепенно исчезала и складывался общий рынок. Народности сливались в нацию, новую форму общности. «Нация, — писал Владимир Ильич Ленин, — неизбежный продукт и неизбежная форма буржуазной эпохи общественного развития». Обычно нации образовывались из нескольких народностей. Так, в частности, возникли нации французская, немецкая, итальянская, английская. Иногда одна народность перерастала в нацию, например, армяне, греки. Как и народность, нация обладает такими признаками, как общность территории, языка и культуры. Однако, в отличие от народности, нация — устойчивая общность людей. Устойчивость нации придают, как говорил Владимир Ильич Ленин, глубокие экономические факторы. Общность экономической жизни — важнейший признак нации. Таким образом, нация — это такая устойчивая совокупность людей, которая связана общностью экономической жизни, общей территорией и общим языком. Кроме того, ей свойственны некоторые особенности общественной психологии, которые отличают культуру одного народа от культуры других народов. Формирование наций вызвало к жизни национальный вопрос, в развитии которого при капитализме различают три этапа. Первый — становление капитализма. Второе — превращение капитализма в мировую систему, перерастание капитализма в империализм. Третье — эпоха краха колониальной системы империализма. Наше время. В эпоху становления капитализма национальный вопрос, как правило, не выходил за рамки отдельных государств. Многонациональные государства, вроде России и Австро-Венгрии, в которых имелись угнетающие и угнетённые нации, в основном были ареной национально-освободительной борьбы. С вступлением в империалистическую стадию капитализм становится угнетателем наций, душителем свободы народов. Национальный вопрос изнутригосударственного превратился в международный, затрагивающий судьбы многих миллионов людей на Земле. Национальные отношения при капитализме играют большую роль в духовной жизни народов. Все виды духовной деятельности, особенно в сфере художественного творчества, проявляются в национальной форме. Идейная жизнь развивается на основе борьбы двух направлений, выражающих, по словам Ленина, две политики, более того, два мира созерцания в национальном вопросе. Эти противоположные направления — буржуазный национализм и пролетарский интернационализм. Националист не просто борется за национальные интересы. Он часто преувеличивает их значения и отрицает классовую борьбу. В своих крайних формах он доходит до шовинизма, даже до расизма. Буржуазному национализму противостоит пролетарский интернационализм. Он отражает положение в обществе пролетариата, его коренные интересы, природу и характер его освободительной борьбы. Интернационалист — интернационалист всегда патриот, в отличие от националиста, легко становящегося космополитом. Великая Октябрьская социалистическая революция дала мощный толчок национально-освободительному движению. Она разбудила Восток, вовлекла в поток мирового революционного движения колониальные народы. СССР — первая в мире страна социализма, явился для угнетенных народов неисчерпаемым источником политической и моральной поддержки. За последние годы на карте мира появилось около 80 независимых государств. Совершенно изменилось лицо Азии, рухнули за малым исключением колониальные порядки в Африке, на борьбу с империализмом поднимается Латинская Америка. Капиталистическое общество, основанное на частной собственности и эксплуатации, разжигающее вражду между народами, не в состоянии разрешить национальный вопрос. Это способен сделать только социализм, покончившись с эксплуатацией и антагонизмом классов, обеспечившись сближение и расцвет народов. С первых дней существования советского государства национальная проблема явилась предметом особого внимания коммунистической партии и государства. Уже 15 ноября 1917 года советское правительство приняло Декларацию прав народов России, в которой провозглашены их равенство и суверенность. Неограниченное право на самоопределение, вплоть до отделения, была положена прочная основа для добровольного объединения всех наций и народов в единое государство. Это объединение нашло свое завершение в образовании Союза Советских Социалистических Республик, первого в мире многонационального государства на равноправном основании. Освобождение наций, населявших нашу страну, не могло ограничиться ликвидацией национального гнета и уравнением наций во всех правах. Главное было в том, чтобы преодолеть вековую экономическую и культурную отсталость, унаследованную новым обществом от старой России. Советское государство успешно решило эту задачу. Оно не только предоставило угнетенным ранее нациям право на свободное развитие, но и помогло преодолеть отсталость, достичь огромных высот в развитии национальной экономики и культуры. Все республики Советского Союза стали республиками сплошной грамотности. В них расцвела новая культура, социалистическая по содержанию, национальная по форме. Буржуазные нации преобразовались в СССР в качестве на новые социалистические нации. На новой социалистической экономической основе сложились социалистические нации и многочисленные народности, причем многие из них миновали капиталистический путь. Всестороннее развитие каждой нации и сближение социалистических наций на основе принципов пролетарского интернационализма привели к тому, что в СССР сложилась новая, невиданная ранее в истории общность людей – советский народ. Советский народ сформировался на базе общественной собственности на средства производства, единства экономической, политической и культурной жизни, марксистско-ленинской идеологии и коммунистических идеалов рабочего класса. Сплоченный вокруг коммунистической партии, он устремлен к единой цели – коммунизму. Опыт национального строительства в СССР доказал, что только социалистическая революция создает условия для полной ликвидации национального гнета, для добровольного объединения свободных и равноправных народов в едином государстве, для подлинного расцвета и сближения наций. Строительство коммунистического общества означает новый этап в развитии национальных отношений в СССР, характеризующийся дальнейшим сближением наций и достижением их полного единства. Процесс сближения наций завершится их слиянием. Однако слияние наций – гораздо более длительный процесс, нежели стирание различий между классами. С победой коммунизма классовые различия исчезнут, а различия же национальные, особенно в языке, еще значительное время сохранятся. Все же постепенно на всей планете сложится единое развивающееся по единому плану коммунистическое хозяйство. Возникнет невиданная раньше экономическая общность людей, возникнет общий язык, сформируются общие черты духовного облика людей, которые впитают все лучшие национальные черты характера каждого народа. Человечество превратится в единый коллектив, свободный от антагонизма.